Политика Азербайджана должна стать одной из важных тем дипломатических и внешнеполитических дискуссий. Об этом заявил в ходе прямого эфира 23 ноября премьер-министра Армении Никол Пашинян. Если президент Азербайджана заявляет «встанет там, где захотим», то что это означает с точки зрения мирового права? Может ли тогда каждый встать где захочет? Все это должно стать темой для обсуждения в международном сообществе, заявил Пашинян. Премьер-министр Армении также отметил, что контакты между представителями Армении и Азербайджана должны быть более частыми, чтобы суметь урегулировать ситуацию, найти решение и попытаться избежать кризисов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял вице-премьера РФ Алексея Аверчука и замглавы МИД Андрея Руденко. Стороны обсудили вопросы, касающиеся повестки двухстороннего сотрудничества между Арменией и Россией, а также деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. Ранее Аверчук встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны подробно обсудили вопросы деятельности российских компаний на оккупированных территориях Арцаха. Отмечено, что азербайджано-российских товарооборот в текущем году вырос на 7%. Собеседники отметили, что скорейшее открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией будет способствовать стабильности и экономическому развитию в регионе. Парламент Нидерландов принял две резолюции по вопросу конфликта между Арменией и Азербайджаном и армянских военнопленных, сообщает посольство Армении в Нидерландах. В одной из них парламент призывает правительство работать совместно с ЕС для проведения независимого расследования фактов конфликта между Арменией и Азербайджаном, а во второй отмечаются серьезные проблемы с правами человека, свободой слова и свободой прессы в Азербайджане. Также затрагивается вопрос армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане по сей день. 24 ноября на боевой позиции в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы обнаружено тело военнослужащего Сурена Романовича Аветисяна 2001 года рождения. Аветисян получил смертельное ранение в голову. Ведется следствие. Президент Армении Армен Саркисян принял верительные грамоты на возназначенного чрезвычайного и полномочного посла ФРГ Виктора Рихтера. Собеседники выразили общее мнение, что существуют хорошие традиции и большой потенциал взаимодействия двух стран, и можно достигнуть большего, на что и нужно направить дальнейшие шаги. Рихтер также вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Арарату Мирзаяну. Собеседники обсудили перспективы активизации торгово-экономических связей между двумя странами, в частности, расширение сотрудничества в сферах энергетики, образования, науки и культуры. Мирзаян также представил по услуге Германии ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против Армении, и подчеркнул важность адекватной и адресной реакции международного сообщества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящий в декабре саммит за демократию попыткой США создать новые разделительные линии в мире. Он подчеркнул, что Россия негативно относится к данному мероприятию, пишет ТАСС. «Мы бились-бились в начале 90-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас США предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие в их представлении, и плохие тоже в их представлении», – сказал Песков в среду журналистам. Напомним, что Армения приглашена на саммит в отличие от Турции, Азербайджана и РФ. Американская компания Apple временно прекратила продажу своей продукции в Турции после исторической девальвации лиры, пишет Дювар. Отметим, что компания пока не делала официального заявления по поводу этого решения. Однако пытающиеся сделать онлайн-заказы турки получают ответ, что на данный момент товар недоступен.